Теперь мы увидим, что ожидаемые эффекты, микроэффекты, действительно окажутся значимыми. Смотрим. y1, z2. y1, z2. Значим. И он положительный, что существенно. y2, z3. y2, z3. Значим. y3, z1. 3, z1. Значим. Среди всех микроэффектов положительные и значимые это только те, которые мы сейчас, собственно говоря, нашли. Таким образом, если достроить эффекты до полного вида, мы видим, что угленный анализ дал именно те результаты, которые были ожидаемы. А что будет, если не включать в процедуру genlog.x, а оставить в ней только y и z, потому что мы же знаем, что модуль selection.x исключил. Что же будет? Я перезапускаю genlog, но уже без икса. Что мы видим? Мы видим практически те же самые результаты. Итак, вот с иксом значимые и положительные именно ожидаемые нами эффекты. Без икса все то же самое. Значимые и положительные, опять же, ожидаемые нами эффекты. Еще раз, без икса. Ну, с иксом исходно. То, что мы уже проинтерпретировали. Без икса. Менялись несколько константов. Константа стала 1.25, хотя была 0. Почему это произошло? Это произошло потому, что таблица сопряженности поменялась. Раньше genlog применялся к трехмерной таблице сопряженности. И у контрольного профиля частота была 1. Теперь же он применяется к двухмерной таблице сопряженности. Вот такая двухмерная таблица сопряженности. И здесь контрольный профиль имеет частоту 3. Поэтому, собственно говоря, здесь константа такая. Вот, собственно, она дает нам частоту 3. Увеличился немножко контрольный профиль, поэтому, соответственно, немножко уменьшилась величина эффекта. Потому что теперь надо умножать на меньшее число, чтобы получить интересующую нас частоту интересующего нас профиля. Но значимость сохранилась. И положительная величина сохранилась именно для интересующих нас эффектов. Продолжение следует...